В этом детском лагере уже начали подготавливать территорию к приему маленьких гостей. Целый год сюда не приезжали ребятишки, потоки пришлось отменить из-за пандемии. Сотрудники надеются, что уже в скором времени местные власти дадут разрешение на работу. В прошлом году из-за простой детско-оздоровительный комплекс строитель понес убытки. По меньшей мере на сумму 2 миллиона сомов. И как говорят сотрудники, если в этом году им не удастся поработать, то лагерь вообще придется закрыть. Чтобы открыться в этом году, администрации пришлось взять кредит. В этом лагере трудятся 20 педагогов, еще охранники, уборщики, всего около 50 человек персонала. Каждый год здесь набирали до 300 детей. Кто приезжал поправить здоровье, кто отдохнуть. И сироты, и дети из малоимущих семей. Здесь мы занимаемся их лечением. У нас есть своя команда врачей, которые обязательно их обследуют. Перед тем, как приехать в наш лагерь, вот здесь у нас собирается медкомиссия. Детки обязательно проходят осмотр, обязательно со справками приезжают. Раньше лагерь работал в три потока по шесть отрядов. В этом году, учитывая требования, заполняемость может быть до 70%. В администрации уже подсчитали. Если власти разрешат работать, то лагерь примет только два потока по 200 человек. Еще одно из новшеств – наличие отрицательного ПЦР-теста у персонала. Например, в этой комнате у нас обычно проживало 6-7 человек в этом году до пяти. То есть четыре-пять детей мы поместим через одну. То есть здесь уже одна кровать будет пустовать, то есть в два раза будет сокращено. А вот раньше у нас, допустим, видите, как вы видите, были двухъярусные кровати. Сейчас тоже будет, наверное, спать только один ребенок. Вот как мы по возможности будем соблюдать все эти меры. Отметим, ранее Кабинет министров рекомендовал местным властям организовать деятельность детских оздоровительных центров. Конечно, с условием строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, говорит зампредседателя Кабинета министров Джилдыз Бакашева. То есть обязательно должны быть входной фильтр, дезинфицирующие средства, круглосуточно работающий медперсонал, а также наличие мест в ближайших стационарах. Также в этом году из республиканского бюджета выделяется 5 миллионов сумм на то, чтобы тысячи детей из малоимущих семей и сирот смогли отдохнуть на Иссыкуле. Из этого числа 200 путевок предназначены для маленьких жителей приграничных районов Баткенской области. Как добавила Джилдыз Бакашева, свои услуги в этом предложили несколько частных центров отдыха. Помимо этого, министерство образования уже организовало 674 пришкольных лагеря. В данное время, вот сейчас красная зона Бишкек, Чуи и Сикульская область. Но в данное время Бишкек уже дал свое предложение. Они не будут организовывать пришкольные лагеря. А по республике в данное время открывается более 53 детских оздоровительных лагерей. Это 10 частных, 25 муниципальных и 18 федераций профсоюзов. И Бишкек уже дал свое предложение. Но Чуи и Сикуль мы сейчас ждем. Отметим, ранее появилась информация, что детским лагерям, расположенным на Иссыкуле, уже разрешили работать. Как сегодня сообщили нашему телеканалу, в полномочном представительстве кабинета министров в этом регионе окончательное решение еще не принято. Мы рассматривали вопросы о создании пришкольных лагерей и о создании джайзо Балавахчалара. На сегодня мы окончательное решение еще не приняли, поэтому я вам сейчас не могу сказать. Это будет решаться на областном штабе. В связи с открытием турсезона, пансионаты, пионерские лагеря, конечно, будут работать. Но открытие пионерских лагерей мы еще рассматриваем. Отметим, в Иссыкульской области расположены 127 пансионатов, 192 гостевых дома, 119 гостиниц, 12 центров отдыха, 3 реабилитационных центра и 19 детских лагерей отдыха. В прошлом году детские лагери были закрыты. Работала лишь часть пансионатов. Как сообщили в Федерации профсоюзов, круглый год работали только санатории. Там ежегодно поправляют свое здоровье около 20 тысяч трудящихся. В подведомственные лагери каждый год приезжали около 15 тысяч детей. Анастасия Соболева, Ирлан Кемельбеков, НТС.